и всем привет меня максим шубин сегодня поговорим о новом сериале нтнт он называется легенда как сами так сказать создатели этого сериала говорят об этом же сериале это экшен комедия или комедия с элементами экшена и с гигантским ненужным количеством графики я бы это так назвал особенно в первой серии сегодня мы как раз таки они в частности поговорим ребят пишите свое мнение в комментариях насчет нового сериала легенда как вам этот сериал заходит не заходит что скажете что нравится что не нравится вот сразу мне вот что не нравится так это то что там слишком много графики то есть ну прям обилий графики я не против вот этой графики в целом я против ненужной графики когда она ну как-то портит картину вот этих боёв например то есть добавляет какой-то мультяшности добавляет какой-то хрень если честно ну зачем вот боях используйте эту постоянную графику но это не круто я не знаю зачем это делают но видимо это какой-то свой стилек что ли у них рано выглядит в общем о чем этот сериал вообще нет такой проблемы которую ли ген да я специально так говорю потому что ли это леонид ген это геннадьевич да это да ну типа победа в общем странный ник у бойца не смогут решить непобедимый боец смешных единобор сорвется к очередной победе и разматывает своего соперника в кочках вдруг ему становится плохо он пропускает накатывающий удар и попадает на настил после боя в крови находит допинг у него на горизонте маячит контракт с UFC но теперь легенде нужно начать все сначала для этого возвращаться в свой первый спортзал детскому тренеру григорьевичу его дочки ани в которую легенда был влюблен на старом месте наш герой хочет создать свою команду моих бойцов короче давайте будем уже говорить о чем первая серия первая серия о том что вот как раз таки уже наш персонаж он оказался в этом зале и пытается что-то там типа сделать а именно почему-то сразу поначалу он разрушает зал то есть прям в клочья его разносит и думает что это типа окей сейчас тут у меня деньги есть сейчас ремонтик замутим все будет по красоте и так далее происходит следующее он узнает что на самом деле денег нет нам за какие-то долги вот эти деньги на которые он рассчитывал эти деньги забрали в общем и в итоге что в итоге она ремонтик сделать потому что он уже объявил наборе ну так сказать свою там группу что открытие зала все дела рассказал об этом своем instagram и по популярным и в итоге что в итоге ремонт он соответственно не мог никак сделать попытался найти каких-то чуваков как этом стройки ну типа стройка ему нужно сделать ремонт они типа за то что он легенда могут сделать типа бесплатно но не тут то было короче там он попытался с ними договориться поди боя типа давайте мне вашего самого сильного бойца я его выиграю и дальше вы будете на меня бесплатно работать если я проигрываю ну соответственно я не буду от вас стоит короче очень странно усвоить типа я какая ему-то плюшка что типа победит просто легенду этого бойца и по сильного профика да ну странно на самом деле ну да ладно в итоге конечно же эти мужики не совсем глупые оказались не согласились на эту идею а предложили свою типа давай-ка пятеро чуваков будут против тебя все-таки ты профик ну-ка давай-ка вот так сделаем ну там какие-то чуваки просто махались типа там какие-то не знаю подпольные бои этих самых как их назвать строителей вот и дальше что дальше пацаны пофигачились помочились все это было в каком-то нелепом количестве в большом количестве графики это было очень странно добрый вечер анджи роком а до 569 я надеюсь правильно произнес свой ник если что-то напиши транскрипцию в комментариях вечер да смотришь ли ты сериал легенда смотрел ли как тебе вообще этот сериал напиши свое мнение в комментариях хочется узнать а может быть не слышал конечно я на самом деле тоже как-то так спонтанно узнал об этом сериале первая серия мне не зашла сразу говорю но я забегая вперед я уже посмотрел несколько и других серий потом мы тоже об этом поговорим в общем что в общем на ремонт делать пацаны не согласились он произносит кучу пафосных речей с этой как его с дочкой также достаточно пафосно говорит сани в которую он был влюблен сейчас вроде тоже так ему она приглянулась дальше что дальше с этим с григорий чем своим детским тренером тоже как-то так на все на пафосе общаться это все выглядит кринжовенько если честно странноватенько кринжовенько зашкварненько вот эти слова я выучил и теперь буду использовать в описании первой серии сериала легенда где-то воздух закончился вот и что и пришлось ему делать соответственно ремонт самостоятельно он не кое-как что-то сделал удивительно потому что там был зал люди по кадрам достаточно серьезно разрушен причем им самим а ну и дальше что дальше в общем-то пришли ребята этот за мной их оказалось совсем совсем немного друзьям и то есть там он думал чтобы вот ох сейчас прям полный зал но нет полного зала не было а было там что-то несколько как раз такие персонажей которые акта его там вот лично его можно сказать знают они то что типа там из инстаграма видели эту популярную рекламу и нет нет и еще раз нет поэтому как то вот все натужненько натужненько получается у него но как говорится тем не менее он не сдается хотя немножечко все же он приуныл рассчитывал на одно а получилось не совсем так ну и он как бы думает что может стать сам тренером хоть он как бы никогда не тренировал да он хороший достаточно хороший боец и вроде как он не проигрывал если говорить про более-менее честные бои но тем не менее вот все таки его вот это вот серия победная из двадцати четырех победных схваток завершилась потому что 25 он проиграл а из-за того что ее там в общем подставил этот самый организатор он тоже там начал как бы ему звонить спрашивать где же посты в твоей инсте типа в лен целый час уже прошел после премьеры после открытия зала где же посты с огромным количеством людей этого же нету значит ха-ха-ха-ха не получилось типа его чувак давай-ка возвращайся ко мне подписывай контракт а он хочет версии выступать они в лиге вот этого скажем так уж его мужика которого и своя лига она куда менее крутая куда менее популярная не то что вы прям и пока это между у такая профессиональная лига но как бы всякий клик на самом деле я думаю достаточно много возможно даже название более-менее реально кстати интересный момент действие сериала происходит в городе чехов это недалеко совсем недалеко от москвы примерно чет километров 70 70 метров то есть это можно чуть ли не москва но не москва чех на соберечь маленький городок там что-то по моему 70 75 тысяч жителей то есть принципе в этом городе он могут быть достаточно популярен такие что-то там в москве у него стало получаться опять же он вроде как реально хороший боец единственное что он косит подроки периодически вот эти вот его фразочки постоянно даже не фразочки от целой речи то есть типа внахтавляющая типа мотивирующая но на самом деле это раздражает как ну лично зрители как меня вообще я вижу уже не первую роль романа курцина ну скажем так юмористическую комедийную им по как по мне лично у него эти роли не очень получается я я не фанат этого актера но при этом ну некоторые роли мне нравится в его исполнении все-таки некоторые роли нравится но это все-таки роли больше каких-то таких крутых мужиков но не вот таких крутых мужиков а скажем так каких-то какие-то боевички там экшен без комедии где он может конечно шутку какую-то неплохую но чтобы прям дурачка кого-то играть не знаю по моему это но не очень как-то ему идет например сериал меч неплохой сериал как по мне лично то есть там его присутствие было вполне правда он там очень выглядел органично или сериал как же назывался корабль до корабли он нет вот там вот там я его прям полюбил можно сказать этого актера хотя опять же я повторюсь это не мой любимый актер уж точно но тем не менее вот прям классно мне зашла роль вот этого актера в этом сериале и прям он был там супер гоничен супер классно все сделал как по мне а вот например роль в сериале легенда ну да вроде такой блины он какого-то кузи что ли пытается такого только более рельефного кузю сыграть и немножко как бы уже другие обстоятельства но не знаю ну вот выглядит ну правда кстати я смотрю небольшое интервью небольшой такой в ходе какой-то тренировки там типа сколько у него там ролей в год было я обалдел если честно там по-моему счета 7 или 8 ролей у него таких ну не сам последний то есть это либо главная роль либо где-то такая роль кого-то второго плану все равно прилично времени он на все это дело уделять это прям плотничком у него забит график то есть у него что работа тренировки я мощи сон как бы восстановление то есть блин вот просто сплошничком и соответственно ну как бы все берет человек все берет все роли ну по крайней мере насколько это физически позволяет ему дам не знаю ну в том числе форма наверное да но больше конечно это вот просто время 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 и порой вот что-то в какие-то странноватые проекты в входит в этот актерский состав поэтому не знаю касательно этого вот сериала тоже есть у меня сомнения что это будет классно но с другой стороны все таки не надо воспринимать серьезно но блин там очень много кринжа ребята там очень много то есть типа такой смотри зачем ты так говоришь зачем-то графика вот меня что бесит в этом сериале это какие-то вот эти пафосные речи которые из фильмов других там типа рокки какая-нибудь рокки что там еще не знаю вот вот уроки точно да много пафоса в его речах и прям речей дофига и это это большинстве своем это не интересно смотри в большинстве это редко бывает классно сделано редко очень все-таки он не знает не какую-то политическую роль играет а роль как бойца что еще ну вот графика графика она конечно ну зачем как будто бы меня за монтажный стол посадили и сказали типа чувак сделай какую-то хренатень графическую чтобы не знаю типа детям нравилось я не знаю зачем это график ну правда я вижу вот эту графику вот подобная графика она присутствует в детском контенте детских роликах на ю тубе вот примерно то же самое я вижу в этом себе ну зачем ну правда я понимаю видимо есть такой какой-то определенный стиль что вот они так хотят не знаю мне не нравится лично не знаю где нет график я прям кайфу и наконец-то это вырви глаз не во первых это ужасная графика это прям ужасная графика это прям ужасная графика во вторых она неуместна она портит она портит эти бои то есть можно же хорошо сделать будет принципе чёрт ну как бы можно красиво все это показать тем более в актеру в этом плане опыт насколько у меня всяких боев было ну и меду киношных то есть можно все как бы классно сделать но делают а к себе в этом сериале здесь все-таки следующих сериях будет лучше и забегая вперед до через чуточку по уши все-таки уж возможно не такие сами посмотреть берусь и ремонтировать мы конечно не будем все-таки следующий серий на поменьше графики будет возможно где-то меньше пафоса но все равно ну то есть а это странно и просто вам ребят речь погнали и гранда геревит фифулю какие красоту лю вот наш соперник и вандовский 98 пацаны откуда у вас только бабла и студенты дворы я я просто обалдеваю откуда бы это шузов это как уж тебе начало фифа больше всего нравится потому что там нет таких вот команд без толк это неадекватных это просто какой-то блин тоже за грани ну просто по сравнению с моей я не думаю что мне прям плохая команда то есть ну как бы есть нормальный пацаны вполне мне который об которые могут ой хорошо ответь как бы четенько все забил по красоте по классике я бы сказал даже кстати вчера сборная россии играла сборной польши и товарищеский матч сыграл ничего один-один откровенно говоря было это очень такая посредственная игра нашей сборной моментов не особо-то много создали вот интересно почему у польши не играл роберт левандовский лучший голеадор в этом сезоне это собственно грех прошлом очень крутой плане забивать почему его не было это странно бу изи да еще чувак то в блин как бы что мне не висят не в первом то есть это ну ладно во втором еще могут нам такие же быть черт как на хрена у меня же мечта что за ладно нормально погнали ну ю я думал сейчас об и по красоте все забьем нет счет это было просто перебор как в очковый перебор а кого так сделал все-таки а мы аккуратненько были и получилось я не нарушать это писец как опасно это просто писец как опасно это писец как опасно это прям очень опасно не но это ладно нормально это нормально на миллер роз миллер и серьезно нам блин идеально просто идеальном руки миллер идеально я на привет тебе огромный свет я я я я как бы увидел наверное я к счастью не прочитал от них до конца просто я на пусть будет я знаю эти прикольчики я конечно тоже на них покупался но нормально нормально я некоторые выкупаю что-то как легко было я так легко было я на как говорится привет те и не смогла ты все-таки меня развести или он без разницы ты она он они а чем а 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 и а а а а а а так слушайте может быть еще этих прикольчиков типа напишите типа я на и дальше чтобы прям по красоте было смогу ли я выкупить ну прикольно прикольно мне нравится многим нравится я не одинок есть вроде как бы такое ну типа можно вот конкретно развести стримера но при этом это достаточно интеллектуально здесь пришлось как бы позадуматься придумать это это клево более как-то так ну достаточно безобидно считаем пацаны надо я думаю как все-таки попрессовать бойцов на 6 7 это уже день пошел неплохо отчета я не знаю чувак типа просто так изначально прикалываться или просто он иного играть и все как бы тоже какие-то психи пошли чёртов гений 80 тоже неплохо ну и я думаю первые четыре договоря достаточно так в борьбе в варьбе забил потом что-то как-то вот уже по странненько он пошло олег чем тем не менее вы есть по факту что-то 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 такое команда как бы делаешь в этом дивизионе но есть такой еще игрой как бы я не знаю что как бы здесь возможно он понижается в этом этих визионах рейтинг рейтинг там пониже ночью бывают такие моменты было просто мне такая тема была вот такой первый тайм получился незабвенный челси фунт в клав 5 ударов 8 створ 8 голов 7 дворов мяча нарушение даже опасный парень опасный ну погнали а а он 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 твою мышь о он он пошел играть он стал играть он стал играть эти серьезно говорю он стал играть он стал играть до сайда ладно о сайт ее варан красавчик варан красавчик миллер мбп блин это больше с очень опасно это был самый наверное опасно мент о чем тут достаточно вертикально играем бальсу почему так высоко там высоко там суперстарс нарушение да что ты прям сыграл новыми красками я ясные дни ой хорошо да как ты так бьешь чтобы это что за удар был ужасный удар был да 100 ваксов тебе найс наконец-то забил это было сложно ребят втором там это было очень сложно только на 77 минуте забил двух фух молодцом идеально ты чё 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 всё делает а ну норм на най 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 ой 10-0 красиво красиво элегантно элегантно 11-0 хорошо идёт чувак устал типа блин ну чё-то плохо идёт у меня втором тайме забил я пока лично один гол поэтому стал спасательным ой ёпт да найс ба пеха лавки под лавки блин ну это грубо ров то забил что ли реально я так вот его ну блин ну пофиг будьте бы этого круто это был верно самый мой лучший гол и поэта ничего не сделок все смотрят такое ворота закатился кайф чё ты сакушься 3 удар парни cp-шник с приличного расстояния забьем с очень прилично идеально выбор позиции улице вот это чё а а в сайт приноси часа в сайт я думал я так не запулил классно блин сейчас но должно быть вообще все по красоте прям вал что неплохо ребят 13-0 нам мощным мощный получилась 30 лет они лучших моих матчей